Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре простились с военнослужащим Артуром Аршакяном. Он погиб во время проведения спецопераций на Украине. Как провожали героя в последний путь в нашем сюжете? Церемония прощания с рядовым вооруженных сил России Артуром Аршакяном началась с панихиды. 29-летний стрелок-гранатометчик 31-й отдельно воздушно-десантной бригады погиб при выполнении боевой задачи во время проведения спецоперации на Украине. Проститься с героем пришли родные, близкие и друзья. Соболезнование семье погибшего направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На самой церемонии со словами соболезнования к родным обратился военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Горе родных, близких, родителей. Сегодня нельзя утешить никакими словами. Ничем нельзя утешить. Вечная слава героям. Пусть земля ему будет. Артур Аршакян учился в 170-й школе с кадетским отделением. Там организовали уголок памяти героя. Проводить рядового вооруженных сил в последний путь пришел и его школьный учитель. Когда мне пришло известие о том, что Артур Аршакян, я открыл адгон фотографий. И когда посмотрел на его спорту. Хороший одежный парень, уважающий себя, уважающий всех гостов, любящий близких, знающий себя целью. Артур вместе со своими товарищами выступил на защиту. Настоящий мужчина. Достойный уважения, гордости. Уважаемые родственники, примите искренние соболезнования. В Самаре у погибшего остались отец и мать, гражданская жена и сын. Семье будет оказана вся необходимая помощь. Артура Аршакяна похоронили на кладбище Лесное поселка Волжский Красноярского района губернии. Самарские муниципальные службы готовятся к месячнику по благоустройству. Он традиционно стартует 1 апреля. Работы начнутся с вырошения снега, затем будут мыть улицы, убирать мусор и опавшую листву во дворах и на общественных пространствах. Приведут в порядок дорожные ограждения и скульптуры. Подготовку к работам обсуждали на первом заседании городского штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Тему продолжит Андрей Горгуленко. Привести город в порядок после зимы к 1 мая. Такую задачу поставила глава Самары перед муниципальными предприятиями и департаментами. Всего за месяц предстоит навести порядок на площади более 46 миллионов квадратных метров. Это и дороги, и дворы, и общественные пространства. Специалисты муниципальных предприятий доложили о численном количестве сотрудников и техники. Главы районов рассказали о заключении санитарных соглашений с организациями, о распределении незакрепленных территорий и адресах, где жителям, которые хотят принять участие в субботниках, будут раздавать инвентарь и расходные материалы. Разобрали то, с чем мы подходим к этому месячнику по благоустройству, с какими контрактами, с какими силами, средствами. Поставили задачи, на что в первую очередь обращать внимание. Конечно, у нас весь месячник по благоустройству распределен по видам работы. Но и про текущую сезонную работу забывать тоже не нужно, отметила глава Самары. На заседании штаба присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций. В холодную и снежную погоду участки, на которых произошли аварии, заделывают временным способом. Ресурсники выразили готовность привести в порядок все адреса, как только погода позволит это сделать. У каждого есть понимание количества вскрытий, которые заделаны по временной схеме на территории города. Есть графики, когда, в какие сроки, какие адреса они заделывают по уже постоянной схеме. Они доложили о том, что заключены контракты с подрядными организациями на выполнение этих работ. Заседания городского оперативного штаба станут проходить еженедельно. Будут подводить предварительные итоги, что сделано, в каких объемах, над чем еще предстоит работать, а также обсуждать дальнейшие меры по наведению чистоты в городе после зимы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Проснулся по утру, умылся, приведи в порядок планету. Ну или хотя бы ближайшую улицу. С таким настроем выходят на работу сотрудники самарских инженерных систем. Ранней весной их главная задача – подготовить ливневки к приему талых вод. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Банные процедуры для самарских дождеприемников – актуальные сезонные работы муниципального предприятия инженерной системы. Для того, чтобы подготовить сети дождевой канализации к пропуску талых вод, бригады в ежедневном режиме проливают горячей водой ливневки. Сначала на выбранном участке расставляют предупреждающие дорожные знаки. За ними движется так называемая проливочная бригада – водители-слесарь. На прощанье зима нередко устраивает им квест, скрывая подтающими пластами снега дождеприемники. Но опытный глаз не обманешь. Есть на столбах, на зданиях привязки, на колодцах. Они синего цвета у нас, дождеприемные конкретно. Мы, согласно метражу, находим дождеприемник, либо колодец, и его вскрываем. Но это механически. Если вскрыть дождеприемник, мешает ледяная пробка, его проливают кипятком. В машине для этого имеется 10 кубов. Задача этой бригады на сегодня – очистить все ливневки на улице Мичурина, на отрезке от Луначарского до Полевой. Это порядка 25 дождеприемников. На сегодняшний день, согласно графику, мы уже закончили пролив дождеприемников в особо опасных местах. Но в связи с частой сменой погодных условий, по некоторым адресам приходится проливать дождеприемник горячей водой повторно. В марте месяца мы выполнили и закончили уже работы по очистке и углублению оврагов на выпусках дождевой канализации. Это у нас Новокубежский выпуск, 22-й партсъезд, Чекист, Металлургический и Нагорные каналы. В первую очередь проливают ливневки в особо опасных местах. Это те, что расположены в оврагах и низинах, где риск подтопления выше. Основные мероприятия по пропуску талых вод были выполнены еще в прошлом году. Сотрудники предприятия отремонтировали более 700 колодцев, очистили от мусора более 1800, а также произвели гидродинамическую очистку трубопроводов протяженностью более 55 километров. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. Как пройдет оздоровительная кампания в детских летних лагерях, а также трудоустройство несовершеннолетних, обсудили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Встреча прошла под руководством главы города Елены Лапушкиной. Обо всем подробнее в материале Михаила Ермоленко. С 1 июня детские летние лагеря Самары откроют двери для нескольких тысяч детей. В новом оздоровительном сезоне будут работать 9 муниципальных центров с круглосуточным пребыванием. Они примут 6638 юных постояльцев. Планируется организовать 44 смены. Кроме того, в эти лагеря детям будет предоставлена 1191 специальная путевка, 681 льготная и 510 бесплатных для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В первую очередь, такими путевками обеспечат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этим летом юные самарцы смогут отдохнуть и в пришкольных лагерях. Таких откроется 186. Все с дневным пребыванием и двух-трехразовым питанием. По оценкам профильного ведомства, в пришкольные лагеря в этом году попадут 15 150 человек. Как отмечают специалисты Департамента образования, никаких новых ограничений из-за коронавируса вводить не будут. Но уже действующие антиковидные требования придется соблюдать. Основное ограничение касается наполнеемости лагеря, то есть это не более 75%. Все прочие условия, которые выполнялись, это проведение тестирования на ковид сотрудников, соблюдение санитарных ограничений, ансепсиков, масок, они также будут сохранены. Трудоустраивать подростков в 2022 году будут по двум муниципальным программам. «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений». Все из них получат материальную поддержку от Центра занятости населения. Ее будут рассчитывать, исходя из отработанного времени и минимального размера оплаты труда. Этим летом планируют трудоустроить не менее 3000 школьников. Основные вакансии, которые предлагает рынок – подсобный рабочий, уборщик территории, помощник садовника, помощник специалиста и социального работника, а также помощник вожатого в лагерях дневного пребывания. По свере ЖКХ 148 вакансий уже взяли. Промпредприятие 74 вакансии, государственные и муниципальные структуры – это мы берем в том числе и наши учреждения, и государственные и муниципальные, где они работают помощниками специалистов, 136 вакансий. То есть пока набор идет. Работать школьники смогут от 8 до 10 дней в месяц. В первую очередь трудоустраивать будут подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 599 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 371 845 человек. Такие данные в четверг, 24 марта, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 908 человек, всего с начала пандемии. Из больницы выписали 351 604 пациента. В Самаре продолжают следить за соблюдением масочного режима. Мониторинг торговых точек проходит ежедневно во всех районах областного центра. Специалисты проверяют объекты торговли не только на наличие масок. Особое внимание уделяют разметкам для соблюдения социальной дистанции и наличию средств дезинфекции. Из торгового центра Куйбышевского района репортаж Марии Левиной. 95 нарушений масочного режима с начала года зафиксировали в Куйбышевском районе. Специалисты ежедневно проверяют торговые точки на наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, разметки для социальной дистанции. Сейчас количество нарушений сократилось, отмечают ревизоры. Сейчас в 6 раз идет снижение, то есть благодаря вот этим ограничительным мерам и пониманию людей этих ограничительных мер, исполнению этих ограничительных мер и пониманию представителей бизнеса, соответственно, о том, что с обоих сторон надо все исполнять, и тогда будет все нормально. Покупателям, которые забыли взять с собой маски, предлагают воспользоваться теми, что в магазинах. Обслуживать клиента без средства индивидуальной защиты продавцы не имеют права. Впрочем, самарцы уже поняли необходимое соблюдение эпид-режима, отмечают предприниматели. Вы знаете, за столько, потому что не первый месяц, не два, люди привыкли, относятся с пониманием. Маски есть у вас для того, чтобы предложить? Да, пожалуйста. Если человек пришел без маски, вы можете предложить ему что-то? Мы его не обслуживаем, но предлагаем, у нас есть разовая маска. Не обслуживаете, но предлагаете ему одеть маску, да? Есть вариант у него? Да. Напомним, игнорирование требований регионального распотребнадзора и постановления губернатора карается рублем. Если для физических лиц административный штраф составляет от 1000 до 30 тысяч рублей, то предпринимателям в случае нарушения придется заплатить до 300 тысяч рублей. Кроме того, бизнесмены рискуют получить предписание на приостановку деятельности, если такое решение примет суд. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Почти 200 тысяч жителей Самарской области с начала этого года получили бесплатные лекарства. Это пациенты с болезнями эндокринной, бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, онкологическими и другими заболеваниями. Об этом сообщили в региональном правительстве. Оказание своей временной и качественной медпомощи – важная часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня вопрос обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями на особом контроле. От весеннего половодья, по прогнозам синоптиков, в этом году может пострадать порядка 60 сел в 15 районах Самарской области. Это в том случае, если уровень воды в реках и озерах на верхней отметке будет выше нормы – на 130 сантиметров. Массовый ледоход начнется примерно на неделю раньше срока. Сейчас уже вскрылись от льда реки Сызранка и Чигра. Я вам рекомендую всем, не только по половодию, а вообще по всем вопросам, связанным с погодой, с климатом, заходите на наш сайт погода.св.ру. Или просто, кто не запомнит, наберите Приволжское ОГМС, выйдите на наш сайт, и там есть и гидрологическая информация, и метеорологическая, и климатическая, и радиометрическая, и ознаметрическая. По поводу подтопления, там есть телефоны все. И ближе к делу вы уже можете уточнить, а какой будет подход конкретно к такому-то дню. Сегодня ночью температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Такая погода сохранится до вторника следующей недели. Автомобилистам пока не рекомендуют переобувать машины с зимней резиной на летнюю. В то же время днем столбик термометра будет подниматься до плюс 6, пройдет снег с дождем, и, как следствие, сформируется гололед. Сильный ветер достигнет скорости 20 метров в секунду. Погода горожан особенно порадует в апреле, рассказали в Приволжском гидромедцентре. Второй весенний месяц прогнозируют более теплым. А вот май и предстоящее лето ничем нас не удивят, как в плане температуры, так и в плане осадков. Сегодня в мире отмечают Международный день борьбы с туберкулезом. По этому случаю в Самарском доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы врачей-фтизиатров. Подробности в репортаже Максима Магомедова. По итогам 2021 года Всемирная организация здравоохранения приняла решение об исключении России из списка с высоким уровнем распространения туберкулеза. Этого удалось добиться благодаря внедрению эффективных методов профилактики, выявления и лечения заболевания. Руководитель Управления социально значимой и специализированной медицинской помощи Илья Сиротко отметил, что ключевые показатели, такие как количество заболевших, распространенность и смертность, последние два года идут на спад. В этот день, конечно, хочется поблагодарить всю стезиатрическую службу. Это три мощных диспансера. Трудятся в таком режиме, напряженном не один год. Главная задача медиков – вовремя выявить заболевания у пациента. Например, при помощи флюорографии. Обследование необходимо проходить не реже одного раза в год. Пик заболеваемости туберкулезом в Самарской области пришелся на 2013 год. Почти 96 случаев на 100 тысяч населения. Благодаря работе в тезиатрической службе на данный момент он снизился больше, чем в два раза. По итогам 2021 года выявлено 40 случаев на 100 тысяч населения. Показатель смертности снизился в 2021 году по сравнению с 2020 на 22%. А если мы… и состоял 3,5 случаев на 100 тысяч населения. А в 2011 году этот показатель был 21,2. То есть, понимаете, он более чем в 6 раз снизился. Это тоже в связи с тем, что в нашей области идет устойчивая положительная динамика в отношении эпидемического процесса, связанного с туберкулезом. Лечение больному туберкулезом назначается коллегиально, на специальной врачебной комиссии. Одним из важных факторов успешного выздоровления является анализ на устойчивость возбудителя к антибиотикам. Особую опасность несут лекарственно устойчивые формы. Они возникают, когда пациент прерывает курс лечения. Таких граждан лечат принудительно. Что касается детей, то у них профилактика заболеваемости проводится еще в раннем возрасте. Это прививка в БЦЖ. В качестве иммунодиагностики применяют диаскин-тест либо проба МАНТУ. Медики отмечают, в сравнении с 2005 годом заболеваемость туберкулезом у детей сократилась в 5 раз. За 2021 год в Самарской области было выявлено 29 случаев. Большая часть случаев туберкулеза у детей – это результат упущенной возможности. То есть на самом деле, если ретроспективно оценивать каждую ситуацию, то выясняются моменты, доказывающие, что этот случай с заболеванием ребенка можно было предупредить. Некоторые родители в силу своей малоинформированности, опасаясь за здоровье ребенка, отказываются от лечения. В таких случаях собирается комиссия, которая проводит разъяснительную работу. Если этот путь не помогает, тогда за дело берутся органы опеки, так как существует прямая угроза жизни и здоровью ребенка. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События. Почти миллион упаковок антидепрессантов приобрели россияне за последний месяц. Это в 5 раз больше, чем прошлой весной. Чем вызван ажиотаж и можно ли победить тревогу без таблеток, узнала Мария Левина. На 43% повысился спрос на антидепрессанты за последний месяц по сравнению с мартом 2021 года. Такие данные предоставляет одна из крупных аналитических компаний. Чаще всего людей беспокоят нарушение сна, подавленность и беспокойство. Врачи связывают рост спроса на препараты с пусковидным синдромом и переходом на удаленку. У переболевших COVID-19, уверены медики, могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства. Это происходит из-за длительного кислородного голодания клеток, в том числе нервных, что особенно опасно для головного мозга. Главное в этой ситуации не копить внутри стрессы и тревогу, а позволять себе быть слабым. Почему вы думаете, что вы должны все чувствовать, все видеть, все знать и так далее? Человек не может все знать, он ограничен, у него есть предел слуха, зрения, чувств, предел, кого он может любить или ненавидеть. То есть мы несовершенны. А если человек несовершен, он может плакать, может страдать. Что нас заставляет беспокоиться? Наша внутренняя суть, наши мысли. Стресс, тревога, беспокойство живут в голове, утверждают психологи. Потому при правильном подходе к лечению помочь может даже стакан воды, при условии, если человека убедить в его целебных свойствах. Именно по такому принципу работают травяные сборы, принимая которые пациент уже уверен в позитивном результате. Такой процесс в психологии называется эффект плацебо. Улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность воздействия. Да ничего, я просто лежу и минут 16-20 просто лежу и все. И дальше пошла. Или делаю лечебную гимнастику, дышу дыхательную, тоже она успокаивает. Чай попила и все. Ну, реально все сознаю, как и должно быть. По любой причине, по работе или дома, или. Всегда есть выход из положения. Поэтому, если нервничать каждый раз, никакого здоровья не хватит, вот из этой аптеки выходить тогда не будешь. Антидепрессанты никогда не пила и думаю, что не буду, наверное, пить все-таки. Лучше народными средствами какими-то лечиться. Предпочитаю не препараты использовать, я предпочитаю все-таки натуральные способы. Это занятия спортом, мне очень нравится плавание, например, в бассейне, мне очень успокаивает. А потом релаксирующая музыка различная, очень нравится общение с близкими, естественно. Однако, если в течение нескольких дней прийти в себя самостоятельно не получается, необходимо обратиться к специалисту. Отметим, что антидепрессанты продают в аптеке строго по рецепту врача. Самое лечение в этом случае противопоказано. Особенно важно обращаться за помощью медиков людям, страдающим хроническими заболеваниями, так как у них может обостряться и без того нестабильное психологическое состояние. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Самарские паралимпийцы завоевали 9 наград на чемпионате России по плаванию в короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Самым успешным стал Кирилл Пульвер, который собрал целую россыпь медалей в разных дисциплинах. Подробнее об этом и других новостях расскажем в нашей спортивной рубрике. В Краснодаре прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 188 спортсменов из 34 субъектов Российской Федерации. По итогам состязаний пловцы Самарской области завоевали 9 медалей. Три золота региону принес Кирилл Пульвер. Он победил в заплывах на 50, 100 и 200 метров вольным стилем в своей категории. Также он завоевал серебро и бронзу в заплывах на 50 метров батерфляем и на спине. Еще одно серебро у Марины Запиваловой в заплыве на 100 метров брасом. Две бронзы в плавании на 100 метров на спине и брасом завоевал Вячеслав Ленский. Еще одна медаль у Сергея Сухарева. Он приплыл третьим в заплыве на 100 метров вольным стилем. Форвард баскетбольного клуба «Самара» и самый ценный игрок прошедшего финала Кубка России и Максим Шеликета продлил соглашение с командой на следующий сезон 2022-2023 годов. В среднем за сезон в матчах Суперлиги и Кубка России он набирает больше 11 очков и делает почти 5 подборов за игру. Улучшить свою статистику Максим постарается и в ближайшем матче в Суперлиге. «Самара» примет московскую руну. Для обеих команд этот матч имеет важное турнирное значение. «Самарцам» победа гарантирует четвертое место и преимущество площадки в первом раунде плывов. Москвичи же ведут заочный спор с Уралмашем за победу в регулярке. В Тольятти прошли первые тестовые тренировки в новом легкоатлетическом манеже, построенном благодаря реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Современный легкоатлетический манеж построен на территории стадиона «Торпедо». Спортивный комплекс включает 6 беговых круговых дорожек по 200 метров, 6 беговых дорожек на 60 метров, покрытие которых соответствует стандартам качества Международной Федерации Легкой Атлетики. Также в манеже сектор для прыжков в высоту, два сектора для прыжков в длину, сектор для толкания ядра, сектор для прыжков с шестом. Зрительские трибуны рассчитаны на 350 человек. Новый эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре продолжается уборка снега на всех городских локациях. В телеграм-канале руководители управления информацией, аналитики и администрации города Елены Рыжковой публикуются карточки с планами работ по вывозу снега и ямочному ремонту дорог. Также в ночь с 23 на 24 марта производилась откачка воды с улиц Олимпийская, проспект Карла Маркса, магистральное Зубчининовское шоссе, Литвиново, транзитное, изыскательное, конный проезд и товарное. В администрации Кировского района Самары информируют жителей о работе прививочных пунктов в торговых центрах города. В настоящее время они открыты в Гудке, Авроре, Космопорте и Виволенде. В телеграм-канале напоминают, что с адресами пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19». Департамент градостроительства в своем телеграм-канале приглашает жителей города принять участие в опросе, нужны ли летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Самары. Опрос проводится на платформе «Обратные связи госуслуги. Решаем вместе» и доступен по опубликованным департаментам ссылки. Пройти опрос приглашают самарцев и в телеграм-канале железнодорожного района Самары. Граждан просят принять участие в общественном голосовании «Мой выбор – мое будущее» по следующим вопросам. Примите ли вы участие в субботниках на территории района и где вы чаще всего закупаете продукты? Голосование и опрос доступны по опубликованным ссылкам. За новостями в телеграм-канале Самары ГИС ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok